привет с вас друзья добро пожаловать дивизию 2 в этом ролике мы поговорим по поводу снайпера эффективная сборка на снайпера таланты какие вещи вы должны использовать какие снайперские винтовки одно дело хотеть быть снайпером и одевать черт знает чего а другое дело быть снайпером если вы выбрали этот путь развития своего персонажа будьте любезны правильно одеваться использование талантов на оружие а также на вещах немаловажный фактор чтобы вы были крайне эффективны независимо в каком режиме вы играете pvp то есть против игроков или pve против ботов либо темная зона это уже что-то нечто среднее под каждый этот режим у вас должна быть определенная сборка так как если у вас допустим и идут таланты урон элитным то в pvp как вы понимаете это совсем не котируется и наоборот допустим если вы идете в pve и у вас идет выстрел в голову то по урону он получается ниже чем то же самое если вы заточили допустим урон элите в итоге если вы правильно заточите своего персонажа в ту или иную сторону имеется ввиду режим то ваши союзники будут очень сильно на это полагаться если мы возьмем pvp вы можете за выстрел сбить ему броню или поставить на колено а ваш штурмовик довершит начатое в общем вводная закончена теперь давайте перейдем к вашей винтовки или винтовкам также вашим вещам а также талантом на этих вещах и оружие перед вами pveшная сборка именно под ботов почему потому что у нас тут как вы видите в основном урон элите в идеале если у вас и перчатки также будут урон элите у меня идет три шмотки а две шмотки а б и одна шмотка гила обязательный элемент вашей экипировки должен быть вот этот талант он идет на броню непреодолимость после убийства противника урона то оружие повышается на 2 процента за каждые 10000 от максимальной брони для этого мне и нужна шмотка гила которая дает мне дополнительно 5 процентов брони помимо этого это броня а также 11000 дополнительно брони то есть я получаю дополнительные 2 процента урона от оружия также у вас должна быть обязательная сборка а она дает вам меткость урон от выстрела в голову и урон от снайперской винтовки шмотки а у нас идут кобура перчатки рюкзак и только так почему я играю через две шмотки а б все очень просто на самом деле потому что идет урон и штурмов винтовки защита от элитных врагов я периодически использую допустим основное оружие ними зиду допустим 2 идет г-36 то же самое в пвп например я использую основное оружие м44 а дополнительное оружие г-36 только в пвп я убираю вторую шмотку потому что защита от элитников мне там не нужно также я вам посоветую необязательные таланты но в целом они помогают укрепленная позиция каждый выстрел в голову из укрытия восстанавливать 5 процентов брони так как вы снайпер вы стреляете в голову соответственно 5 процентов лишний не будут правда скунс но он мне больше помогал кстати в пвп чем в пве убийство целью улучшает действие всех ремонтных и лечебных эффектов на 150 процентов на 20 секунд в пвп еще раз говорю часто мне спасал жизнь но он требования имеет достаточно сильные под снайперы все пытаются заточиться максимально поэтому если у вас тут 6 например вы уже не соответствует эти требованиям тогда лучше используйте тут закаленный он дает вам дополнительно 10 процентов брони если у вас там допустим 230 тысяч 250 там с копейками то есть дополнительно плюс 20 там 3 тысячи брони соответственно вы получаете 4 процента благодаря носорогу дополнительно урона от оружия что касается характеристик на вещах в основе своей делайте ставку на броню она вам дает доп урон также урон от снайперских винтовок также урон от оружия урон от выстрела в голову по поводу модификаторов урон от оружия урон от выстрела в голову оптимальная дальность все это как раз таки для снайпера хорошие показатели начинаются где-то двухсот сорока пяти двухсот пятидесяти процентов урон от выстрела в голову у меня же 259 максимальное значение которое я тут достигал было двести семьдесят четыре процента со шмотками и сборкой более-менее определились теперь переходим к снайперским винтовкам идеально использовать модели м 700 помимо этого не мезиду это экзотическая винтовка а также охотничий м44 она лучше чем классическое м44 почему охотничьи м44 лучше чем классическое м44 из-за модуля дам вам идет дополнительные модули м44 классическая имеет три модуля но урон выше но лучше тогда уже используйте м 700 там тоже три модуля но при том и боеприпасов больше ну и напоследок по поводу талантов на оружие третий талант вы по желанию как вам удобно так вы используете а вот эти два идеальные рейнджер и дистанция дистанция 15 процентов дальности стрельбы то есть чем дальше вы стреляете тем ниже ваш урон тут же сохраняйте на 15 процентов этот урон при дальности стрельбы а рейнджер за каждые пять процентов вы получаете два процента доп урона имеется ввиду до цели если вы стреляете с 50 метров соответственно у вас урон повышается на 20 процентов а дистанция вам в этом неплохо помогает давайте подведем итог вы тут можете конечно все это варьировать эта сборка исключительно под меня вы тут можете поставить допустим м4 тут поставить себе место а б мечи соответственно у вас для м4 будет 10 процентов доп урона а также семь с половиной процентов брони благодаря которой носорог будет еще мощнее стрелять но если вы выбираете допустим пве то делайте ставки на кулачки то есть на урон элите если вы идете в пвп вместо кулачков старайтесь использовать урон от выстрела в голову в общем тем самым вы себе должны собрать минимум две сборки на этом у меня все спасибо что смотрели надеюсь это сборка вам поможет потому что лично мне она очень сильно помогает ставьте палец вверх ставьте колокольчик подписывайтесь на группу на канал все благ друзья